Я украинец, и еще несколько месяцев назад для меня категория любви или нелюбви страны, наверное, не стояла в принципе. Я не задавал себе вопроса, люблю ли я Украину. Я иногда подумывал, уехать или нет, и мы с моей женой думали над разными вариантами. Перебраться вслед за друзьями куда-нибудь в Швейцарию или в Канаду. Но меня сдерживали очень прагматичные вещи. Я понимал, что у меня здесь определенный уровень дохода, которого я достиг, а в новой стране придется начинать это с нуля. И это был основной фактор, который сдерживал. Сейчас, после того, как в Украине случилась революция, и мы вместе с сотнями тысяч людей оказались вместе на улицах, мы прошли, мне кажется, я прошел через момент очень сильного эмоционального сплочения с людьми вокруг. Когда мы вместе пережили эмоции и то, что двигало меня, из-за чего я выходил на улицы, это, наверное, две эмоции. Это страх и стыд. Это страх перед тем, что меня могут побить, меня могут бросить за решетку, меня могут в конце концов и убить, потому что у нас более ста человек застрелили буквально за несколько дней уличных боев. Был этот страх. Был страх, что я могу оставить семью без кормильца, без денег. Но при этом был стыд, стыд перед собой, стыд перед друзьями, которые были в это время на улице, стыд перед детьми, которым, может быть, мне придется рассказывать о революции через лет 10 или 15. И они спросят меня, был ли ты там, и мне придется либо врать им, либо придумываться. И мне кажется, что каждый раз, выходя на Майдан, я проходил через несколько этапов внутренней борьбы, когда я говорил себе «да» или «нет», «идти» или «не идти». И, наверное, похуже проходили очень многие. Для меня это стало решающим. Я понял, что эти эмоции, вложенные в эти несколько дней, они и выкристаллизовались в, наверное, любовь к своей стране, к гордости за людей вокруг, за нашу нацию, к любви к своему гимну, к своему флагу. Сейчас у меня на балконе висит флаг Украины. То, чего я бы, наверное, не повесил еще несколько месяцев назад, да даже несколько недель назад, считая это чем-то очень пафосным или картинным. Я вышел на Майдан лично для себя, для того, чтобы моя дочка в будущем могла спокойно ходить по улице. Чтобы, когда она будет поступать в университет, ей не пришлось давать взятки. А когда она заболеет, ей не пришлось думать, чем бы заплатить врачу. Я пошел на Майдан, чтобы мне не рассказывали в будущем, что я должен рассказывать в своих новостях, как журналист профессиональный. Я пошел на Майдан, чтобы у моих друзей не забирали бизнес. Только потому, что кому-то он приглянулся. И тот сильнее, и тот прав, и тот может забрать этот бизнес. Я вышел на Майдан, чтобы моя мама, учитель с огромным опытом, очень хороший учитель, не желав на мизерную зарплату, о которой стыдно даже кому-то рассказывать. Учитель высшей категории получает такие копейки, что об этом действительно стыдно рассказать. И вот это государство, как мы увидели позже, люди, которые стояли во главе государства, позволяли себе просто невообразимую роскошь, позволяли себе издеваться над народом. Об этом можно прямо говорить. Цинично, нечеловечно, по-хамски. Против этого вышли все. И я в том числе. Я часть Майдана, я каплю в этом океане. В том режиме, против которого мы устроили революцию в Украине, меня лично больше всего раздражало Межигорье, этот дворец нашего президента. Меня раздражали кортежи наших министров, которые разъезжают по городу и не дают спокойному движению машин и прохожих по улицам. Меня раздражало также то, что в моем общежитии, где я живу, месяцами нету горячей воды. Что в школе, в которой работает мой отец, на Ладан дышат окна и постоянные сквозняки, и температура плюс 16 в холодную пору года. Меня раздражало состояние дорог, меня раздражала пенсия моей бабушки. Мне хотелось жить при стандартах, с которыми живут люди в лучших странах. Я не говорю, что эти страны лучше, потому что там лучше нация. В этих странах легче жить, потому что там власть ответственна за судьбу своего народа, за судьбу своих городов, за благосостояние своих людей. С этим мы пытались привнести революции в Украине. Я могу назвать буквально один момент, который очень ярко отражает всю ту систему, которая сложилась на тот момент у нас в Украине, и которую нам, как мне кажется, удалось побороть. Когда-то я пришел в детский садик со своей дочкой, и моя теща, проводя меня, показывая, где ее группа, показывает вот эту площадку, на которой играют детки, родители которых платят определенную сумму денег в месяц. Ну, назвала достаточно немалую сумму. Я смотрю, самая обычная детская площадка. Нового образца, со всякими там горками, самолетиками, машинками. Ну, в общем, все, что нужно ребенку. Потом мы проходим еще буквально 50 метров, она показывает мне еще одну площадку, а это, говорит, наша площадка. Площадка для тех деток, которые ходят в самую обычную группу. Я смотрю на эту площадку, и вижу, что там буквально пару ржавых таких старых конструкций еще советского образца. А теща, довершая рассказ, мне просто говорит... И вот когда дети выходят на эту площадку, им говорят, вам на ту нельзя. Вы играйте вот на этой. И вот в тот момент у меня, не скажу, что сломалось, но вот настолько вскипело в душе, но как же это так? В моей стране, в моем ребенке с самого детства воспитывают раба. Тебе туда нельзя? Будь здесь. Делай только то, что можно делать. О какой свободе можно говорить в такой стране? Я сейчас осознала, что я действительно была готова умереть за идею, за то, за что мы сражались три месяца на Евромайдане в Киеве. И мне кажется, это связано с тем, что я видела, как погибали многие люди, сражаясь за то же самое. Не за деньги, не за власть, а именно за нормальное будущее своих собственных детей или старость своих родителей, или свое счастье, уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мне было не страшно, что если я упаду рядом с ними, с бойцами, я буду знать, что я сделала это. Я буду знать. Как смешно. Я не буду знать. Будут знать, возможно, мои родные или мои друзья, которые через много лет вспомнят, что у них был такой друг. Я ни на секунду не жалею, что я одел каску, взял дубинку, камень, коктейль Молотова. Я четко знаю, что есть такие моменты, когда надо биться, иначе завтра твой день ничего не будет стоить. Завтра придет просто тьма, и ты в ней вынужден будешь жить. Коктейль Молотова в данные секунды это был лучик света. Всегда, в любых стычках, ветер дул в сторону, скажем так, Мордора. Я даже не знаю, как его назвать. Бог был на нашей стороне. И я знал, что мы делаем все правильно. Когда я видел женщин, которые стояли сзади, священников, которые стояли и впереди, и сзади, я знал, что мы делаем все правильно. Я ни на секунду не жалею, что участвовал в этом. Я ни на секунду не жалею, что бросал коктейли Молотова и Камни. Здесь определенный уровень дохода, которого я достиг. А в новой стране придется начинать это с нуля. И это был основной фактор, который сдерживал. Сейчас, после того, как в Украине случилась революция, и мы вместе с сотнями тысяч людей оказались вместе. Я украинец. И еще несколько месяцев назад для меня категория любви или нелюбви страны, наверное, не стояла в принципе. Я не задавал себе вопрос, люблю ли я Украину. Я иногда подумал, ходил на улицы. Это, наверное, две эмоции. Это страх и стыд. Это страх перед тем, что меня могут побить, меня могут бросить за решетку, меня могут в конце концов и убить, потому что я на улицах. Мы прошли, мне кажется, через... Я прошел через момент очень сильного эмоционального сплочения с людьми вокруг. Когда мы вместе пережили эмоции и то, что двигало меня, из-за чего я умывал уехать или нет, и мы с моей женой думали над разными вариантами перебраться вслед за друзьями куда-нибудь в Швейцарию или в Канаду. Но меня сдерживали очень прагматичные вещи. Я понимал, что у меня...